Мы всегда делали сайты и смотрели, как их делают тот, тот или тот, и думали, блин, как там круто, блин, мы так не умеем. Чувак, вот попроще. Вот мы, по сути, вот эти лет пять мы обводили чьи-то сайты. Пока ты такой же, как все, но тебя нет. Воруйте, 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 хотя бы так. Но если вот к нам поставить задачу, что вот есть ниша, и в этой нишу надо сделать что-то лучше всего в мире, то у нас есть опыт, когда мы это несколько раз с собой уже сделали. У нас же такой секрет успеха. По чуть-чуть собираем денежки, только приходит с жопа, достаем этот мешочек и начинаем скупать весь рынок. Результат, что по факту получать? Результат, прихожу, сажусь, такой вообще. Победитель по жизни. Вообще просто. Вот люди посмотрели видео, им может какая-то идея понравилась, но они от этого еще не стали обогащеннее. Они обогатятся, если любую мою мысль или идею, либо там инсайт, либо что-либо, они это запустят с собой в жизнь. КОФІ ПРОФИАНСМАРТФОН. КОФІ ПРОФИАНСМАРТФОН. Ця українська студія з розробки сайтів була створена двома студентами ще у 2006 році. Першими великими проектами стали сайт нового каналу, соцмережа для Джонсон и Джонсон, портал для Тетра Пак. У 2011 році студія отримала свою першу важливу світову нагороду – сайт оф the day. З 2013 року «Вінтаж» займає лідируючі позиції на ринку веба і стає українською студією, що отримує найбільшу кількість нагород. Те саме продовжується і в наступні роки. Євген з командою мріє відкрити ще офіс в Нью-Йорку та зробити Київ світовою столицею веб-дизайну. Жень, смотри, есть такая мистика, есть такая легенда о том, что есть «Вінтаж веб-продакшн» до какого-то периода, и потом «Экспонента» и «Вінтаж» после. Что это за период, что случилось? Ну, если так, вообще по-простому, то появилась цель. А если, не знаю, по-моему, ели, ну, в общем-то, была у нас такая иллюзия, что только лидер может зарабатывать денег, и если ты там даже номер 5, 7, 10, 15, ты всегда в демпинге и так далее. То есть ты не можешь никак аргументировать тот чек, за который ты хочешь зарабатывать. А так как рынок веб-студии, он непрофессиональный, ну, что значит непрофессиональный, бывший директор – это бывший программист, либо бывший дизайнер. То есть ни у того, ни у того нет финансового образования, то есть и тот и тот неправильно считает, он, ну, если там у любой веб-студии, спросите, закладывайте тебе в амортизацию вот это кресло, а оно что через 3 года убьется, а его же надо будет выбросить, надо будет купить новое и так далее. То фактически никто не мог, ну, на рынке плохо считают, соответственно, ниша молодая, ну, как ниша, то есть там юриста, рекламное агентство, ему же там 50 лет и так далее. Ниша веб-студии там 10 лет, 15, 20, ниша молодая, профи нету, и рынок, и у тебя есть компьютер, и веб-студия. То есть, соответственно, в этих условиях есть некий waterfall, ну, такой, типа, цены, и он нас не устраивал категорически, мы просто понимали, что нам выгоднее пойти работать кем-либо в любой олдфорсер. Ну, подожди, но вы же работали много лет именно в этом земле, да? Ну, мы просто тогда, мы точно, мы играли по таким же правилам, какие они. То есть, у нас был бэк-офис в Хмельницком, оптимизировались, как мы могли там, программисты за 500 долларов, пока он джуниор, как только вырос, он от нас уходит. Ну, то есть, мы работали в тех же условиях, что и все, и мы принимали эти правила игры. Потом мы решили с ними не принимать, мы сказали, окей, нам, чтобы зарабатывать, нужно, чтобы этот продукт стоил вот столько, а так мы его продавать не можем. Соответственно, что нам нужно сделать, чтобы его так продавать? И появилась задача, давайте станем лидерами рынка, лидер может позволить себе называть любую цену, и дальше уже рынок сам считает, хочет он это или нет. Ну, то есть, это лотерея была бы в общем счету? Да как-то, прочитал книжку «Дифференцируйся или умирай» Джека Траута, потом как-то «Сета ходит на фиолетовая корова», потом «Голубой океан», и оно как-то так все нахлёбом-нахлёбом, все было по одно и то же, что пока ты такой же, как все, но тебя нет. Как только ты оригинальный, причем в любую сторону, то есть, есть в России супер классный кейс, ребята делают сайт за 86 долларов, это там жесткий шаблон, и у них норма производства сайта 6 часов. То есть, если ты его делаешь 6 часов 15 минут, то тебя уже штрафуют как бы. И это колоссальный шер рынок. Да, но это колоссальный шер рынок. У них там, у них все автоматизировано, у них там в месяц полторы тысячи заказов. Учитывая там 150 миллионов населения, то это тоже бизнес, просто такая другая модель. Потому главное не быть как все. И вот тогда мы решили не быть как все. Я для себя с точки зрения финансов, плюс появилась мечта, желание там у Оли выигрывать международные награды, а у меня была идея, как нам отличаться, и оно все легло. Так вот будем выигрывать международные награды, будем отличаться, а дальше все уже средства, пришлось брать. Я просто с зрителем раскрою. Оля, это... Это наш арт-директор, по совместительству моя жена, и там самый дипломируемый, награждаемый, титулированный, какой угодно человек. Ключевое, мне кажется, конкурентное преимущество Винтажа. Кстати, мы его научились, как это объяснить, передавать, это, не знаю, будут какие-то такие вопросы или нет, могу сказать, что очень легко быть бутиком. То есть, бутик это 15 человек, и каждый из них это столб, фундамент, на котором все это держится. И проблема бутиков, которую мы исследовали в мире, у нас на рынке, что кому-то стало лень, у кого-то родился третий ребенок, кто-то просто надоел, кто-то заболел, не дай бог, ушел из жизни, и эти все бутики, они рушились, и вот у нас была задача, как это передать, что фактически, ну там даже без Оли, вот она сейчас уходит в декрет через неделю, что даже без Оли все будет работать на том же уровне. То есть, это, ну короче, очень, очень легко быть производительными, эффективными, когда у вас 15, ну это супер легко. И вот то, чем я занимаюсь в последних 2 года, это как добиться примерно того же уровня качества и производительности, когда у нас 80. То есть, это отдельный челлендж, и мы уже раз 6 сделали неправильно, вот я верю, что 7 счастливое число уже вот нащипали. Есть ощущение, например, что вы можете воспитывать звезд? Да, ну это как, ну это точно так, потому что там, не знаю, ну там через нас уже там чек 500, наверное, прошло, ну может 300. И фактически очень многие ребята сейчас, я знаю, с которыми поддерживаем отношения, они себя классно чувствуют, работают. Многие из них приходят, потом нам же дают каких-то клиентов, ну как там, он устроился работать, там какой-то проктором Гэмбл, потом им в какой-то момент надо кто-то говорит, слушайте, я знаю классных ребят. Истории, что ушедшие от нас сотрудники открыли свои студии, ну была одна или две попытки, но неудачная, ну то есть оно такое, ну они немножко не полностью поняли, что есть винтаж, а так в основном, да, к нам приходят жены, мы их выращиваем до какого-то уровня, они выиграют какие-то награды, медали и так далее, и их потом забирают на ценник 2x. То есть любой сотрудник, который к нам пришел работать, поработал там минимум, ну полгода выше, когда его от нас хантят, ему предлагают 2x зарплаты, потому мы точно улучшаем жизнь населения Украины, хотя бы так. Все, что могу. Да, у вас на сайте слоган, не слоган, да, не слоган, да, написано, что лучшие сайты в мире, делаем лучшие сайты. Создатели лучшие сайты. Создатели лучшие сайты в мире, да. Не слишком ли пафосно? Ну, во-первых, понятное дело, что это работы пиар и маркетинга. Я вообще очень скромный человек, и просто у меня было, когда мы назвали студии визуального конструирования, никто не понимал, что мы делаем сайты. Потом мне сказали, быть проще, народ к тебе потянется. Потом мы там эластичные САС решения, которые разрешают масштабировать, говорят, чувак, вот, вот попроще. Вот, что директор завода какого-то там лидера халвы в Житомире должен знать про Винтаж. Я говорю, ну, что Винтаж делает лучшие сайты. Вот это значит и надо коммуницировать. А история вообще была с сайтом Махно, то есть у нас есть проументы, у нас есть несколько категорийных сайтов, где в этой категории мы и правда сделали лучший сайт в мире. И вот у нас это все началось, когда там пришел Сергей Махно и говорит, мне нужен сайт лучше, чем у Карима Рашида. Карим Рашид, это там мировая звездища, ну, то есть у него там просто на него посмотреть, наверное, денег стоит. В общем, это... И у него был классный сайт и Сергей говорит, я хочу сайт лучше, чем у него. Мы такие, ну, ладно, ну, сайт старенький, мы справимся. И за месяц до запуска сайта Махно ему переделывают сайт очень крутые нью-йоркские ребята Антон и Рен. Это звезды, это ребята там приезжают, не знаю, вроде у них райдер, 10 тысяч долларов, чтобы они приехали и рассказали, как они делают дизайн. И они переделывают сайт и мы такие, упс, им Сережа, мы еще просим месяца два, мы еще там, ну, то есть он был хорош, но надо его сделать перфект и подались на один и тот же конкурс дизайна и в одной и той же категории дизайнеры и мы взяли золото, а он взял бронзу. То есть вот. Даже через один как красиво. Ой, нет, не бронзу, серебро. Серебро, да. И получается, что мы приходили, Сережа, ты просил лучший сайт в мире, лучше, чем у него. Вот мы сделали и это уже не субъективно, это уже не объективно. И после этого у нас есть такие success story в нескольких категориях. То есть мы не абсолютно лучшие во всех направлениях. Есть софт, мы там проиграем кучу людей. Есть там, не знаю, какие-то большие e-commerce, есть ребята, которые там, те же там, Magento, Vox, ну, то есть есть миллион разных направлений, но если вот к нам поставить задачу, что вот есть ниша и в этой ниши надо сделать что-то лучше всего в мире, то у нас есть опыт, когда мы это несколько раз с собой уже сделали. Соответственно, мы это можем гарантировать. Вопрос другой, надо ли это покупать? Вот нам Сергея Махно повезло. Дворец, эго большое. Ребята, хочу лучший сайт в мире. Большинству бизнесов такие задачи просто не нужны. Но если надо, то можем. Вот так написано. Ну, я так понимаю, что сайт Махно это, в принципе, знаковый. Да, это был некий переходной, когда мы для себя, мы для себя выбрали, мы для себя выбрали, даже не на каком, мы выбрали, он выбрал. Вот есть, есть фаза, когда ты учишься. Вот ты что-то делаешь, например, я делаю сайт за три тысячи, а хочу десять, но прошу три, потому что понимаю, что я еще все не умею. И по сути, ты мой клиент, но я на тебе учусь. То есть, наверное, ты мне платишь десять, я семь плачу еще за MBA, за обучение. И фактически, вот Махно это была переходная точка, когда нам показалось, что мы уже умеем. Ну, то есть, когда мы уже... Узерность пришла, да? Да. Ее еще не было подтвержденной в каких-то фактах, но она уже была внутри, что мы всегда делали сайты, смотрели, как их делают, то-то-то или то-то, и думали, блин, как там круто, блин, мы так не умеем. И вот на Махно где-то была внутренняя уверенность, слушайте, а давайте попробуем замахнуться, уже не пародировать, а уже создать свое. Это как, не знаю, вот у меня в детстве, я когда учился рисовать, вложил Микки Мауса на стекло и... Обводил. Да, и обводил. Вот мы, по сути, вот эти лет пять, мы обводили чьи-то сайты. И вот на Махно это когда мы осмелились не обводить, а попробовать нарисовать, как мы это хотим, как мы это видим. Цитата шикарная, мы обводили чьи-то сайты, заголовок желтый. Мы обводили какие-то сайты. Так, Оля, Оля проводит много курсов по обучению, она говорит, ребята, воруйте, 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 потому что если ты будешь только улучшен, если ты будешь пытаться сделать плагиат на украинскую студию, то у тебя будет уровень немножко слабее, чем украинская студия. А если ты будешь делать китайскую подделку на самую крутую там студию, Хьюч или там, Холоманной, то ты даже сделав китайскую подделку на Хьюч, по украинским меркам это будет топ. Потому такой есть очень простой прием, ты полгода делаешь кальку чьих-то сайтов и тебе душ приходит, блин, я понял, почему они так делают. Ну, это можно через понимание, можно через это. То есть эксперимент. Да, потому мы мы говорим, что плагиатить на этапе развития и роста хорошо, если ты плагиатишь у недостижимых высот, это тебя расти. Если ты плагиатишь примерно свой уровень, это тебя только мозги выключает. Сколько раз клиент отказывался от ценника вентера? Трудно посчитать. Ну, там, ну, окей, в тысячу раз, наверное, в периоде до и после. То есть когда ценник был маленький и когда ценник стал большим. Вот в процентном когда больше отказывались? Окей. Когда у нас был ценник около пяти тысяч долларов до пяти, у нас была конверсия из десяти клиентов в восемь мы закрывали на сделку. Но это объясняется тем, что они все приходили только по сарафанке. У нас не было никакого маркетинга. То есть, алло, здрасте, это Толик, я вам звоню от Сережи. Соответственно, Толик уже знает цены от Сережи. Если Толик нас набирает, Толик уже знает все. Как мы работаем, кто у нас там, где, сколько денег. Не прокатывает вариант типа, ну у вас другая задача? Нет, не прокатывает. Чаще всего другая задача, она там не сильно отличалась. А когда мы решили делать крутые сайты, то есть, когда у меня там третий раз хантили программистов, я только-только дорастил его до уровня. Фух, теперь мы можем делать крутые сайты. И ему предлагают классную работу, потому что он классный программист. И мы в этой точке сказали, надо брать лучших, и надо уже покупать таких, чтобы их не могли хантить. И у нас получилась цена в 10. И получается 3 месяца подряд все звонки, у нас был, первый раз нам, нельзя, об Асмату нельзя ругаться. Можно? У нас только что ереб так ругается, что... Ну, в общем, когда мы набираем типа, здрасте, нам Сережа дал ваш телефон, там, я Толик, мы говорим, да, Толик, так и так, да, но у нас этот сай 9. Ёптель там, да вы... А потом нас еще набирает Сережа, говорит, я вас Толику порекомендовал как нормальных, а вы тут решили с него 3 шкуры содрать, да вы... И тогда получилось... А, кстати, переходная точка еще, мы начали заниматься маркетингом самих себя. Это, наверное, такой, да, это такая крутая штука, почти весь бизнес малый живет на сарафанке. Да. И мы понимаем, что сарафанка это круто, но мы осознанно сказали, давайте уйдем от сарафанки, ее нет. Потому что отдел продажи, который работает на сарафанке, это ты сидишь, играешь в дартс, а тут лежит телефон, и ты играешь в дартс. Отдел продаж по сарафанке работает. И у нас не было никакого управления, и мы, по сути, когда начали рекламировать себя, когда начали делать в этом контексте, сайт, воронки, когда мы начали все это делать с собой, то я сделал так, что у нас и до сих пор 70% продаж это холодные лиды, 20% продаж это непосредственно сарафанка, и 10% это публичное выступление. там, как-никак, там, iForum и так далее, они там, в школах MBA-щиков, они когда-то капитализируются. Через год, через два, но приходит клиент, а я вас... То есть, холодными, те, которые просто знают вас, как... Те, которые написали нам на форуму, на сайте, и не знают никого из наших сотрудников, то есть, он не получил никакой прямой рекомендации, ни чей телефон, он обратился... То есть, грубо говоря, то, что он видел, например, на своем рынке, чтобы вы сделали крутой сайт, это не есть никаким образом теплый, правильно? Нет, ну как, вот там же есть знания, и так далее. Сарафанка, когда есть рекомендация. Я понимаю, что это не сарафанка. Да, ладно. Теплые, подогретые, либо рекламой, либо нашими работами. То есть, это не в холодную, что мы прозваниваем, добрый день, моментаж. Они сами, то есть, мы работаем входящим трафиком. У нас там за всю историю, там, холодных продаж, там, пару штуки, то не случайно, там, в ресторане или в поезде могли встретиться, случайно что-то продать. А в целом, все идет на входящем трафике. Сейчас, ну, смотри, ну, в месяц, вот, ну, по маю 74 заявки, из них 30 проходят ликвидность наших сейвов. То есть, это, ну, все равно люди пишут, у меня есть 1000 долларов, подправьте мне WordPress, очень понравилась ваша фолио, хочу гениальный сайт, у меня есть 1000 долларов. То есть, мы им культурно отвечаем, вот там, какие-то подрядчики, у нас есть подрядчики, вот 100 долларов, просто готовые, весьма. Ребята, простите, не к нам. Там, мне нужно нарисовать баннер, ну, то есть, все равно, таких запросов, из этих 30, когда мы отправляем цену, клиентов 10 пропадают вообще, и клиентов 5, да-да, мы думаем, и до КП доходит клиентов 15. То есть, фактически, это до закрытия сделки, 3-4, но фактически получается около 5%, сейчас конверсия с заявки в лида. А средний чек? Средний чек, где-то 33, сейчас 34 тысячи долларов. Окей. Вот, то есть, фактически, очень упало, но это связано с тем, что мы работаем с крутым рынком. То есть, конверсия сарафанки, она почти такая же, ну, как бы, там, процентов 80. Ощутили ли 14-й год на себе? Да, но мы пошли по другой стратегии. Мы психанули, у меня была одна показательная девочка, я ей очень хотел взять PM. У меня PM получал 1000 долларов, а она просила 12 тысяч ливень, тогда это было 1500 долларов. И я как ни крутил, ну, я не мог, как бы, ей лично мог, но это был принцидент для всех остальных PM, почему, вдруг там. И я говорю, sorry, но не могу ее взять. И тут 14-й год, когда это все случается, она пишет в феврале, типа, Женя, а предложение о работе еще в силе? Я говорю, ну, наверное, да, а что? Типа, ну, та компания, где я работала, она закрывается. Я говорю, хорошо, а что по деньгам? Ну, сам же понимаешь. Она говорит, ну, как и договаривались, 12, но 12, это уже 400 долларов, в этой точке. И я прихожу к Диме, говорю, Дима, помнишь, мы с тобой давным-давно хотели взять копирайтера на работу, попробовать, у нас проблема, контент, клиент не ведет контент. У нас есть сделанный сайт, и он полгода лежит без текста. У этого всех было. Да, и мы подумали, а что если у нас будут копирайтеры, которые будут все им писать? И тоже пишет какая-то девочка, там, хочу прийти на работу. Мы говорим, а что ты хочешь? Она говорит, типа, клиентка, я только там стажируюсь, я говорю, ну что ты хочешь? Она говорит, по МММ, ты 3000. Я пишу, чего? Она пишет, звезд на гривень. Ну, а у меня две реальности. Ребята, которые с хорошим английским, и которые классные прогеры, они мне зарплату из трех долларов, ну, то есть, 2000 долларов, нет, я завтра открываю свой аккаунт на Upwork, который я забросил, и, вот, и у меня две были реальности, и, соответственно, мы говорим, все, ты принято. Она говорит, это в Спивбейсе, я говорю, ты ее уже прошла. Ну, то есть, мы понимаем, что мы можем позволить себе 75 долларов просто проверить. И мы, в общем-то, да, нам повезло, у нас Абл небольшой запас, тринадцатый год у нас был золотым годом, ну, просто золотым годом. То есть, мы продавались, ну, так, ладно, можно уже рассказывать. В общем, мы продавались просто по-сумасшедшему, в том плане, что мы были в пике формы, и рынок был очень, короче, у рынка тоже были деньги, и мы как раз, вот, как раз вот выстрелили, как что-то свежее, как анимированные сайты, такие живые, вот, не было еще этих лейнингов, не было, а мы вот это все уже делали. Адаптивки еще не было, мы это уже делали. Как адаптивка была уже давно? В тринадцатом году еще нет. Это перестань. Ну, мало, окей, мало, давай так. Да, там какой-то АТБ к нам приходил, сделайте нам только мобильную версию сайта, у нас были такие заказы. Почему к нам? Потому что наш разработчик, без понятия, как это делать. И вот мы были на кураже, в этой всей штуке, и у нас была маленькая студия, 20 человек, и все так пыхтело, но у меня как раз там, короче, все очень у нас пыхтело, и приходит клиент, мы говорим, а у нас был ценник 12, мы говорим, 15, потому что мы уже так вот, чтобы выходные работать, и он такой, таких цен нет, мы говорим, ну, сори, что делать, он уходит, и приходит, ладно, работаем, ребят, я все равно походил, никому нет, он такого, мы такие, ладно, и тут приходит клиент, и я ему уже говорю, 20, но не потому, что 20, я бы его с радостью делал за 12, просто мы овер, вообще, овер, овер, загружены, и я просто говорю, как культурно, отстаньте, да, и он говорит, вы охуели, туда-сюда, нету таких цен, вы что, мы говорим, ну да, ну нет таких цен, ну да, мы такие чуть-чуть больные ребята, и вот у нас вот так, ну вот, я просто косил под дурачка, что да, вот мы такие пришлепнутые, вот такой ценник называем, он ушел, через 2 недели набирает, говорит, ладно, работаем, сегодня у детей привезет предоплату, он даже не дал мне право сказать, да, нет, и я понимаю, что, ну, я уже понимаю, что мы срываем сроки кому-то, ну то есть, ну уже, уже забиты все выходные, и, и там дошло до того, что мы где-то уже так, в ноябре, или там, короче, мы уже лупили там по 25, по 30 за сайт, который стоит от 12. Спрос заставил? Да. Это было культурное отсеивание очереди, потом чуть-чуть пик спал, мы такие 25, 0 продаж, я такой, все, все, понял, не дурак, 20, нет продаж, а ну все, все, понял, не дурак, 15, так 15, ну и все, вот, и получается, у меня зарождался первый ребенок, и я накидал продаж на 6 месяцев вперед, я закрыл там кучу контрактов, и хотел уходить в декрет с женой, помогать ей с ребенком, то есть я говорю, на полгода у студии полностью стопроцентная загрузка, на полгода вперед, и фактически за полторы недели в декабре, я помню, у нас отворилось клиентов на 100 тысяч долларов, у нас тогда был средний чек в 12-15, ну то есть это прям 6 проектов, почти все были связаны с Россией, то есть либо клиенты с Россией, либо наши открывающие бизнес в России, и мы по сути зацепились за парочки прикольных ребят, там иностранных, евро, это про 14-й год, короче, у нас было 2 клиента, которые нас тащили в долларе, и мы на них решили психануть, и набрали плюс 20 сотрудников в 14-м году, то есть у нас было 20, мы психуем, нанимаем еще 20, нас становится 40, а работы для них нету, мы рисовали концепты клиенту в Питеру, мне просто клиенту повезло, ну вот у нас сидит 8 дизайнеров, работаем на троих, и мы просто психанули, потому что, ну такой возможности другой не будет, потому я отношусь к кризисам очень положительно, я во всех кризисах, я в плюсах, я купил машину в 8-м году за копейки, она через 5 лет только начала стоить столько, сколько я ее купил, я купил квартиру, потому что доллар на доллар, ну в общем, наш такой секрет успеха, по чуть-чуть собираем денежки, только приходит жопа, достаем этот мешочек и начинаем скупать весь рынок, потому, по сути, кризис пережили хорошо, потому что мы были к нему, а финансово готовы, но это не была стратегия, мы не такие умные, просто так получилось, что мы в финансовом году много заработали, и все это по чутье вкладывали, и мы психанули пойти впервые в стратегию, давайте наберем сотрудников, а потом решим, что будем делать, и за счет того, что у нас стало 40, у нас была возможность быстрее работать, была возможность рисовать втроем в три руки дизайн, была возможность нарисовать сразу три концепта клиенту и утверждать концепт с первого раза, потому что чей-то до зашел, а в другое время я никогда бы не позволил такую роскошь нанять трех дизайнеров, чтобы они втроем рисовали, вот, ну и поменялся класс системы, то есть до этого это был бутик, где я всем управлял из головы, ну как с партнером, но имеется в виду, что там XL нам до жира хватало, а когда настало 40, то это уже пошла система, то есть появились правила, управляющие, руководители первого, второго звена, и по сути тогда мы начали заниматься уже как управленцы, а не как, я не знаю, вот, и по сути там был период, когда мы начали, выросли до 80 человек, у нас сильно просело качество, просели сроки, то есть у нас было 40, стало 80, качество упало, сроки упали, по рынку говорят, все, винтаж типа уже не те, делали давно, а я думаю, блин, но мы же всю жизнь шли как раз к этому, что у меня есть штатный граф-дизайнер, штатный 3D-шник, штатный копирайтер, что мы, ну, что мы не лезем никуда, кроме продакшена, но в плане, что в продакшене мы можем делать все, и вот я к этому пришел, и оказывается, что мы теперь а, дорогие, б, неэффективные, и ц, мы уже какой-то ащакбанк, ну, то есть я прям сам понимал, что нужно отправить сейлу, запрос к темлиду, он дает оценку, потом на проверку фендир, да, потом фендир должен запровить там, потом какой-то бизнес-аналитик подтвердить риски, и потом сейл приходит, и говорит, блин, я клиенту пятый день даю просчет, присылают клиенту, клиент говорит, ребят, ну, я понял, что вам сейчас не до меня, вы такие занятые, вам даже назвать мне цифру занимает пять дней, как вы мне будете делать сайт, и я прихожу, говорю, камон, как вообще так произошло, вот, ну, типа, у нас тут, ну, куча ребят, и получалось, да, что мы, знаешь, как мед засахарился, я не знаю, такая метапа, прекрасная, вот, короче, оно пошло не туда, и поняли, что превращаться в отчетбанк не хотим, и, ну, начали еще по-другому строить. Окей, сравни себе с другим брендом. Брендом? Ну, мне хочется верить, что мы что-то типа, не знаю, Ауди, Ягуара, ну, если у автомобильных, вот, Ягуар, мне нравится аристократичностью, которую никто не знает, что она по сути стоит столько же, как и любая другая машина, но все ее субъективно воспринимают дороже, чем она стоит на самом деле. Ну, не знаю, да. Вот, а у Ауди мне очень нравится, что они трендсеттеры, то есть, очень многие вещи, которые мы вводим на рынок, они лежат у нас на полке. Вот, мы сделали AR и VR еще в том году, AR-сайт, дополненная реальность, и у нас даже портфолио в нашем сайте, можно VR-маски там покрутить, просто вот, мы это сделали, но никто еще нас не готов это купить, никто еще даже это не считает, но у нас это уже сделано, и мы просто такие, знаешь, сидим, ну, подождем, ну, то есть, оно, оно рано или поздно, ребята, давайте, вот, в том году на эфоруме было так смешно, я рассказывал про PVA, показывал сайт, который сделан, ну, это такая технология, который сделан на PVA, а после меня сразу же, вот, следующий, дальше после меня Google рассказывал, знакомьтесь, новая технология PVA, и как бы Google только рассказывает, что вышла новая технология, мы уже, понятно, что этот сайт один, понятно, что его даже клиент не заказывал, там мы подарок, но мы многие вещи разрабатываем и ждем, пока оно дойдет до рынка, как бы качаем по чуть-чуть, но у нас такая позиция приносить новое, оно часто финансово не очень выгодно, но кто-то должен это делать. Ты держишься за людей или легко отпускаешься? Вот последних полгода очень легко. Я, я перестроил в голове подход фэмили бизнеса, то есть фэмили бизнес был необходим, ну, любому стартапу это необходимо, это потому, что если процессы, бюрократизация в маленькой компании, оно ее убивает, потому я знал, как кого зовут, где там, я не знаю, бывал на всех днерождениях, ну, в общем, мы тут всех поздравляли, но когда мы стали большими, то фэмили бизнес начал вредить, то есть люди немножко, вот это субординации у нас никогда не было, то есть я всегда, если кто-то там на вы, я просто там, блин, аштрафую, какой на вы там, сейчас окей, хочешь на вы, тебе так удобно, давай на вы, это не то, что там понты, это, я понял, зачем эти субординации, потому что, по сути, крутым ребятам без субординации легко, а, скажем, вот ребят, которые только приходят, они без этой субординации они теряются, но для них это, ну, когда-то ходит, знаешь, вот если вот, может, не знаю, может когда-то там в детстве, идешь по ветке, держишься за такую веточку, вот такую вот, она как бы тебя не спасет, если ты упадешь, но тебе с ней спокойнее, да, потому когда приходили сотрудники в маленькую компанию, вот сидят все так в одной комнате и знают, что если мы сейчас не запустим этот сайт, они нам не заплатят, денег не будет у всех, на Новый год идем сосать лапку, и это все знали, и все прям помогали, все прям этому подходили, можете помочь, может он говорит, слушай, мне там, можете подверстать, можете подверстить, давайте удобнее перевести, ну то есть, вот вся система работала друг на друга, а когда мы выросли в большими, а оно осталось такое же, понебратское все, то я на денечек сорвал день, ты на денечек сорвал, ты на денечек сорвал, ты на денечек сорвал, и за год накапливается, что там минус одна зарплата, ну то есть, вот это вот на денечек, на 80 человек за год накапливается, хоп, и на декабрь уже денег нет, и оно незаметно, То есть фактически сейчас, когда мы начали выстраивать управленческую структуру, более уже регламентируемую, ну то есть есть, в общем, раньше объяснять важность решения задачи или важность сроков было просто не нужно. Ну это было очевидно. С ростом системы ответственность одного человека начала уменьшаться. Дальше мы начали переводить это в функции. Соответственно, важность одного человека, ну как, знаешь, есть там программист писал какой-то код 3 года, и он становится священной коровой. Его нельзя трогать, потому что только он знает, как это работает. Да, и он начинает выкручивать руки, или просто, или ладно, он не выкручивает руки, он просто устал, он просто уже работает в полноги, а ты прямо вокруг него и махалом, и стульчик, и пресс-эго холодный. Видеть этот проект не может. Да, вот, и мы это все начали унифицировать, переносить, то есть у нас там достижение, что любой дизайнер открывает любой проект любого дизайнера, и через 5 минут может с ним работать. То же самое с программистами. То есть мы начали переходить на некие системы, чтобы быть человеко-независимыми. Потому вот от меня уходил, когда Леша, это наш первый сотрудник, он где-то я с нами проходил, у него там даже татуха винтажа, я из уважения к нему не меняю логотип, мало ли. Все прекрасно. Вот, и я так, ну как-то так оно было, так болезненно. Вот, когда мы прощались с ребят, с которыми 5 лет работали, 6 лет работали, оно было так, болезненно. Сейчас я понимаю, знаешь, такая классная метафора, люди встречаются с друг другом, чтобы, ну это вообще-то про личное отношение, но оно подходит к работе. Люди встречаются с друг другом, чтобы сделать друг друга, опять-таки, немножечко лучше и идти дальше. Потому я точно знаю, что любой сотрудник, попавший в винтаж, даже если мы не срослись, даже если он недоволен, даже если мы его там, я не знаю, несправедливо уволим, ну что бы ни случилось, мы точно вырастили его цену на рынке, мы точно дали ему какой-то новый стандарт качества, и он точно вспомнит, что здесь были крутые проекты. То есть у нас иногда люди уходят, ну иногда, часто уходят на намного выше зарплаты, и когда мы где-то с ними пересечаемся, вот у всех одно и то же, что у нас было, ну именно вот круто и весело в плане продукта. Мы когда-то приезжали во Львов выступать к ребятам, к большому аутсорсеру, не буду его называть, но во Львове он... И в три чего. Да. Тот, который сам себе построил здание и так далее, и так далее. Вот, и они такие приезжают, мы к ним, мы попросили нас выступить, все там, за это заплатили, мы приезжаем, их там сидит 56 дизайнеров. Мы говорим, камон, у нас 8, ну зачем, ну что я вам расскажу? Мне говорят, блин, мы тупо годами рисуем админку зумселя, а у вас там жизнь кипит, ну там расскажите. То есть мы рассказывали про промы и так далее. То есть у нас, по сути, вот этот культ творца сотруднику можно очень сильно самовыражаться. Ну то есть, по сути, если ты что-то придумал, у нас такой себе негласный лин, если ты что-то придумал, тебе говоришь, Женя, нам надо сделать, я не знаю, вот у нас сейчас там стоят по картону, по батарейкам, там вот всякие штуки, там, да, вещи собирают. Если ты придешь и скажешь, Женя, нам нужно правильно собирать батарейки, и ты скажешь, что мне надо делать, у меня это я запишу в туду-лист 163 пунктом. Ну, может, через 5 лет я к нему дойду. Я говорю, оп, какие тебе нужны ресурсы, готовы ты за это отвечать. Если ты готов за это отвечать, то я тебе дам, я тебе дам водителя, я тебе дам склад, дам тебе коробку, ну, какие тебе нужны ресурсы. И, фактически, у нас так люди очень сильно разделились между «надо, чтобы сделали», и «хорошо бы это сделать», и «я готов» не обязательно с собой делать, но курируйте этот вопрос. Вспоминается слоган известной политической партии «весь мои друбы». Ну, может быть. В общем, и это все такой длинный-длинный ответ про людей, просто я про это сейчас очень много думаю. В общем, люди, которые заряжены и которые с личной ответственностью, им у меня хорошо, потому что я им даю возможность расцветать. То есть, даже если от меня сейчас уйдешь, откроешь свою фирму, я первый, кто предложу тебе, давай я залью денег в тебя, буду твоим своим инвестором. То есть, я за то, чтобы люди вырастали как личности. Люди, которые пришли к нам, и наша свобода их наоборот, ну, типа, приходи, когда хочешь, уходи, когда хочешь. Классно, наш сотрудник, он все равно будет приходить с девяти до десяти и уходить с девяти до восьми. А кто-то начинает, о, так я, так, попа, пришел в одиннадцать, ушел в шесть, никто ничего не сказал, съездил на, не знаю, бургеры где-то поел на два часа, никто ничего не сказал. То есть, они начинают по чуть-чуть паразитировать, и мы их скипаем. Потому, в общем, те, кто с нами, им хорошо. Я в этом уверен, что здесь нет тех, кто перерос нас, они уходят. И потому вот именно понимание, что человек с нами до тех пор, пока ему хорошо, оно меня очень, короче, оно убрало этот страх людей. То есть, ну, фактически был парень, например, ну, классная история. Вот он, он пока был за идеей. Он работал, работал, работал. Вот тут у него жена беременная, и у него становится таблица приоритетов сейчас не сделать крутой проект, а, например, там, сейчас купить квартиру. У него в этой таблице приоритетов, там, аутсорсер, который предлагает, там, четыре или пять тысяч долларов, становится выгодным. И то, что он уходит, это не предательство меня, это не предательство себя. Это просто человек сейчас действует с моим лучшим побуждением для себя самого. Потому, я всячески стимулирую, чтобы человек действовал в своих интересах. И если он действует в своих интересах, и ему при этом выгодно достигать их в винтаже, я получаю самого офигенного сотрудника. Ну, такая логика. Круто. Вот, потому что, ну, вот так оно у нас сработало. У нас даже мы иногда, когда увольняем людей, мы их еще и пытаемся устроить в правильное место. О, боже, так мило. Ну, это не всегда, это если мы понимаем. Вот у нас был дизайнер, который очень долго въезжал. Он въезжал полторы недели в проект, но сделал его бомбическим. А у нас такой темп типа 4-5 проекта в месяц. И он говорит, я так не умею, мне так тяжело, я так туда-сюда. И, по сути, мы знали, что это крутой продуктовый дизайнер. Ну, по смыслу. То есть, ему надо проект, в который он въехал, и не дергается. И тогда это там было, там, года три назад. И мы набрали парочку продуктовых. Говорим, есть парень, очень долго разгоняется, но если въедет, то там все бимбо. Его забрали с руками и ногами. Написали через полгода типа, как вы вообще такое золото отпустили. Но, то есть, там он у них золото, а у нас он был типа чувак, ну, мы тебя увольняем. Понимаешь? Потому если мы чувствуем, что, понимаем, что человек просто ошибся, то мы даже можем порекомендовать, куда, в общем-то, топать. Окей. Если говорить о, например, о наградах, которые вы стали получать, это примерно тот же период, да? То есть, вы стали, в принципе... Ну, в 13-й год пошли первые награды, да. Пошли первые награды. Даже в 12-м, самая первая. Самая маленькая. Я так понимаю, что они очень сильно связаны были с Олей. Да. Это ее детище. Это ее детище. А Оля до сих пор призналась, что работает ручками иногда. Да. А ты когда-то тоже работаешь ручками? Да. Я и сейчас тоже, да, работаю. И сейчас работаешь ручками? Смотри, тут такая штука, это как... Ну, мне кажется, что там любой какой-то там профессор медицины должен проводить развод операции. Ну, потому что меняются инструменты. Окей, что ты делаешь? Ты кодер? Нет, я был вертальчиком. Я работаю ручками как project manager. А, вот в этом плане. То есть я программировал... Вообще я знал много такого программирования. Мне не понравилась моя первая стажировка, будучи программистом. И вторая. Я два раза в жизни работал по три недели. И там, и там мне не понравилось. Я сказал, я не буду программистом. Sorry. Sorry, sorry. Вот. То есть я их понимаю, и им тяжело меня обманывать и рассказывать, что так вот оно не работает, потому что... Но я не кожа, я работаю PM, мне нравится сейчас с людьми. Я сейчас работаю ручками. Я, по сути... Ну, так как мы еще выстраиваем систему, то я трэблшутер. То есть, по сути, это как пойти, быть владельцем сети кишени, не знаю, там, или какая-то там, Вомарт, или кто-нибудь там, и пойти на кассу, и понять, что убитая плитка или толпа алкашей мешает в сети расти. Потому я трэблшутер, когда что-то налажали, я спускаюсь как рядовой PM, ставлю тигет, еду клиенту, разбираюсь, пишу ТЗ. Но после каждого такого разбора я беру пару дней, выписываю 176 штук, чего надо в студии, и либо устранить, либо смириться. Ну, потому что надо такое. Окей. У нас шоу называется «Профин смартфон», про кофе мы с тобой пока общались уже, выпили, ты пил с молоком, я пил без молока. Ты меняешь? Ты всегда пьешь с молоком? Я люблю эспрессо с половиной молока. Это вот утренняя... То есть, мне нравится вкус эспрессо, но мне не нравится его горькость, потому немножко молока его сбавляет. Сколько раз в день пьешь? Ну, вот где-то так 2-3. Я еще бывает в пилатах где-то под обед. То есть, в принципе, мне хватает вот такое осознанное питье один раз. Остальное это бывает забеганный или под предлогом, например, бывает 3 встречи подряд, там что-нибудь будете, и так на автомате хочешь, не хочешь, ляпнул. Если вот я дома, например, там вот выходные, то я вот один раз себе сделаю утром кофе и все. Окей. И смартфон у тебя с собой есть. Айфон. Нет, то, что айфон, это понятно. Окей, представим, что это твой, только это айфон. Да. Значит, ты имеешь какие-то особые приложения, специально написанные штуки для работы, что тебе помогает прямо очень сильно в смартфоне? Да нет, все стандартно, работаю много с диктофоном, работаю много с заметками, обязательно календарь, потому что незаписанные встречи в календарь плохо заканчиваются. Айфон очень понравился из последних приложений, которые прямо меня, это тичер английского языка Вася. Он мне, вот так и называется, Вася. Она мне понравилась, она мне объяснила одну такую штуку, которую мне не могли объяснить все преподаватели. В общем, короче, там штука, что объясняет логикой. А я логик, я физмат, и я это пытался запоминать. А теперь я понял принципы, там есть просто какие-то логические штуки, и я за вот это его зареспектил. Может, таких миллион, но то, что мне попалось, там не надо себя насиловать учением. Есть вот эти всякие брейнштормеры, игры для мозгов, брейнеры, там пик, я играю в пик, это там математика, ну там падают циферки, там 17 плюс 32, там 56 минус 22, то есть ну разгоняешь. Да, и это просто вот ты, когда где-то втыкаешь, оно работает без интернета, то есть когда интернет, понятно, это мессенджеры, соцсети, когда нет интернета, то вот эти все штуки, они реально разгоняют. Ну вот вплоть до того, что я там пару месяцев, когда сам себе поставил competition, дайте там цифры 800, ну это типа много, и я там так, так, так рубился, что я в какой-то момент стоял в супермаркете и там просто потом она там так, то-то, ну то есть я уже прям вот выкладывал продукты и знал там свой чек, потому я считаю, что это полезные штуки. А так кучу всякого софта ситуативного, ну там есть папочка booking, есть папочка фото, папочка видео, translate, еще чего-то. Правильно ли я понимаю, вы сейчас сделали промик под Ukraine Now? Ну это был не промик, это был фановый проект. Фановый проект? Да. У вас не один фановый проект был, правильно? Да. Да. Глупо для фана, я понимаю. Ну смотри, у нас вот художник, это человек, который нарисовал картину, повесил, и если он тебе нравится, покупаешь. Если он тебе не нравилось, ты голодный. Дизайнер – это человек, у которого есть заказчик изначально, и ты должен ему угодить. Мы всех своих ребят говорим, мы не художники, мы дизайнеры, мы не художники, у нас есть заказчик, мы должны удовлетворять его интересы, бизнес-интересы и так далее. И вот когда я там коп-аут, была задача, ребят, отворите, то есть художнику надо давать возможность вырисоваться. Да, отворите, и там активизируются такие вот, знаешь, брейншторм так, как нам интересно, креативно продавать мазута, смазочные материалы. Он всегда отличается от, а давайте вот на члену рисуем, а давайте вот это, а давайте, а давайте там чувак ее там вот так, вот так, вот так, и мы такие. То есть даже энергетика брейншторма фанового проекта, потому что нету клиента и рамки весь мир. Отсутствует. Да. И поток вот этого вот брейншторма, да, потому что там, когда ты брейнштормишь это лакосмазочное, пятьдесят шесть идей просто поржали и две везем клиента, ну. А здесь нету просто поржали, здесь все в продакшен может идти. И когда там была эта маска-запаска, я пригляжу, а че он такой тупой, ну вот персонаж? Так в этом и прикол, он должен быть прям дауном, прям олигофреном. Он меня бесит. Так так и должно быть. И будь я, ну, будь это клиентский проект, я бы что-то с этим делал. Я сказал, окей. Ну, up to you. То есть это, по сути, это возможность выхода для художника. Потому что если творцов не давать этот выход, они начинают загнивать, я не знаю. Окей. У нас были выборы. У нас просто уволился один сотрудник, я это рассказываю на некоторых выступлениях, когда мы про жизнь студии. Уволился сотрудник, и когда уволился, он остался в общем скайпе и начал писать нам советы. Надо внедрить такое-то, надо расписывать вот так. И кто-то написал просто его в президенты. И этот народ подхватил, ну, просто вот, все, выборы. И появилась сразу у него оппозиция, наша золотая рыбка. Я прихожу, тут висят плакаты, политическая программа одного, политическая программа золотой рыбки. Появляются посты. Потом народ начинает снимать видеоролики политические. Понимаешь? То есть, я прихожу… Игра, игра пошла. Я прихожу к HR, говорю, смотри, пятый день у меня полстудии занимаются выборами. Ну, ты же понимаешь, да, что такое выборы в дизайне? Ну, то есть… Там… Я говорю, это ок? Она говорит, блин, ну, смотри, но эффект, которого мы добиваемся, ну, типа, он перекрывает десятью тимбилдингами. То есть, вот эти люди раньше втроем никогда не общались, у них даже не было плоскости, на основании которой поговорить. А теперь они на балконе усиленно обсуждают новый плакат там или шушукается в подвале. То есть, по сути, гасить вот такие вот вещи, если они про креатив, в нашей тематике нельзя. Мы находимся на крыше офиса Vintage Web Production. Тут очень круто. И я не знаю, видите ли вы или нет, но это прям вот огонь. С учетом, что очень жарко на улице, здесь ветерочек, и я считаю, что финал нашего интервью стоит делать именно здесь. Говорят, что когда работаешь много загометр, надо смотреть вдаль. Зрачок, мышца напрягается, и вот смотреть вдаль тут есть куда. Тут как раз ближе некуда смотреть, а вдаль прям самое оно. Женя, ну расскажи про последнее то, что я мало тебя знаю, да, вот по поводу этой рефлексивной игры. И есть у меня догадки, что она тоже не стала лишней в вашем росте. Да. Что это такое? Так в двух словах буквально. Короче, совсем в двух словах. Это придумана технологическая разработка советских ученых. Это было разработано, грубо говоря, как инакомыслящее в Сибирь. Такой был период. А надо конкурировать с Америкой, с инноваторами. Ну, холодная война. То есть там ты фрик, какой-то инженер странный, тебя прям ты... А у нас, если ты такой, то тебя подровняли, почистили и думай, как все. А чтобы создавать инновацию, думай, как все, оно противоречит. И вот придумали такую технологию, как из 10 рядовых инженеров создавать там, грубо говоря, оружие, которое может противостоять. Ну, то есть, если вот совсем кратко. По сути, это некая технология, когда привозят людей, и они собой создают рынок. Ну, компании начинают взаимодействовать, покупать, продавать, конструировать продукты. И так получается, что носитель всех проблем, ну, если вот позиция автора – это я. То есть, если я неправильно управляю людьми или неправильно ставлю задачу, то приедя туда, взяв своих ребят или даже чужих ребят, я начну ставить задачи, и у меня будет то же самое. То есть... Это имитация, да? Да. Ну, это как военные учения, только там, где танки не стреляют. То есть, мишени настоящие и танки настоящие. И даже выстрел есть. Просто никто там не погибает. То есть, я продаю по-настоящему, но если я не продал, я не несу репутационных потерь и финансовых. Потому... Это где-то в закрытых помещениях как-то происходит? Ну, это процесс 3-4 дня. Выездная игра, где там от 20 до там, ну, самая большая, где было 100 людей. Они разбиваются на рынке и происходит, ну, как в жизни. То есть, я сейчас, ты ресторан, я базар, ты мне покупаешь продукты, я к тебе прихожу на день рождения, ну, там, праздную день рождения. Кто-то барбершоп, кто-то ходит к нему, мы оба ходим к нему стричься. Ну, то есть, образовывается некая экосистема. Но она, в общем, есть технология, как она образовывается. В чем вся суть? Вся суть в том, что там нет никаких тренеров, там нет никаких умных книжек, никаких правил. Это как футбол. Ну, там, есть правило, например, 3 дня, вот мы здесь, все. То есть, вот это поле, вот это мяч, руками нельзя. Договорились? Договорились. Дальше, как будет идти? Ход игры не рассказываем. Да, агрессивно, не агрессивно, сценария тоже нет. Рынок захочет объединиться, будет гигантское слияние, будет прорабатывать вопросы слияния, как нескольким бизнесом сходиться вместе. Рынок решит начать рубиться и в Красную, ну, типа, в Царя горы, будет развал, стрельба и шатание. Ну, понимаешь? То есть, как вот эти люди решат, ну, каждый из них, так оно и сформируется. Окей, результат. Что по факту? Результат. Ты за какое-то время приходишь в привычный способ действия, только ты действуешь очень быстро, ну, это естественно. А потом ты можешь что-то с этим сделать. Ну, вот самый простой пример. Я не умел делегировать, а команда выросла. Я впервые попал на игру как раз в 12-13 год, на этих переходах. И я понял, что это знание, как управлять людьми, как строить большие системы, так, как мне нравится. Это без директивного управления. Это сделать так, чтобы люди, работая у тебя, достигали своих целей. Это новый вид мотивации. Мне это все было очень вкусно. Ну, то есть, те технологии, которые они проектируют. То есть, там нет денег, там нет субординации, там нет власти и там нет приказов. Но люди почему-то с тобой идут и это делают. Потому что они, делая это с тобой, получают что-то свое. Каждый вид. Да. И мне это так. И я подумал, блин, а если я это еще могу перенести, еще за это будут платить деньги. Еще поставлю классный МАК. Ну, то есть, что я получу как навар. И что получают люди. Я решил, ну, такой, просто один пример, потому что мне это тяжело объяснить до сих пор. Я решил учиться ставить задачу, не делать с собой. Я приехал. Все полчаса тупят. Через час выступление. Дедлайн. Ну, выступление – это выход в рынок. Я психую. Беру сам маркер, флипчарт. Вот мы такие, делаем вот это. Наше позиционирование такое. Мы вот такие. Мы на рынке такие. Все. Ага. Побежал на рынок. Привет, рынок. Мы вот эти, делаем вот это. Покупай нас рынок. Вау! Супер! Берем! Сразу контракты чуть ли не какие-то. Прихожу, сажусь. Такой вообще. Победитель по жизни. Вообще просто. Ну, и приходят специальные люди, игротехники грубые. Пионервожатые в лагере. Он такой приходит и говорит, классно. Я говорю, а что приехал? У меня так записано большими. Женя-перестать все делай самому. И я пробовал. То есть, можно прочитать 100 книжек про делегирование, но это не помогает. Ну, как? Это надо прочитать и попробовать. Правильно? А попробовать это с бизнесом – это долго. Мы не успеем. Там есть куча всяких факторов. А там это очень быстро. То есть, я попробовал, поставил задачу и ушел. Пришел, получилось плохо. Я поставил задачу, ушел, пришел за 5 минут до окончания. Принял эту задачу, сказал, все плохо переделал. Получилось плохо. То есть, я за игру раз 10 по-разному пробовал ставить и принимать задачу. Теряться, пропадать, работать с ними, выпадать, не работать с ними, прийти в конце, поработать с ними. Такой эксперимент вот так в компании у меня занял месяцев 9. То есть, по сути, свой стиль управления делегированием, я проверял свои же гипотезы вживую. И в этом и навар. Что я приезжаю либо с 9 способами, как не надо, но это в худшем случае, либо я нахожу один из способов, как надо, и его уже использую. То есть, это все знания, все опыты. Вот люди посмотрели видео. Им, может, какая-то идея понравилась, но они от этого еще не стали обогащенней. Они обогатятся, если любую мою мысль или идею, либо инсайт, либо что-либо, они это запустят с собой в жизнь. То есть, прочитав книжку «Как прыгать с парашюта», ты еще не прыгал с парашюта. Только прыгнув, ты получил этот опыт. Так вот, для меня игра – это место, где я могу экспериментировать все, что угодно. То есть, я накапливаю знания, еду на игру и их привожу в опыт. Только это быстро. Почти, ну, 500 долларов в масштабе ошибка в управленческой фирме. Как камерная лаборатория. Да, это камерная R&D лаборатория, где можно запускать инновации. И мы, наша студия регулярно участвует в этих играх. Команду целую. Да, мы винтаж номер один на рынке, мы это проектировали игру в 2013 году. То есть, мы в 2013 году приехали на игру и сказали, нам нужно стать на этом рынке номер один. Потом мы приехали, нам понадобилось два года, чтобы все, что мы там сделали, мы действовали по тому же алгоритму. Окей, ты сейчас номер один на рынке Украины. Да. Какая следующая цель? Топ-50 в мире. Сейчас мы 76-е. Каким образом это проверяется? Ну, есть рейтинг awards, мы там сейчас 76-е. Вот, ну, хотя бы по рейтингу awards войти в топ-50. Это на этот год. А глобально мы хотим стать такого уровня, чтобы нам писал Google и писал Hey guys, have some project for you. Ну, то есть, ну, чтобы реально мы были international known. То есть, не заказывали, но просто вот там, ну, мы входили в какие-то люди, какое-то количество брендов, которые знают по всему миру. Будем заканчивать. Да. Я перед тем, как попрошу тебе сказать какие-то напутствующие слова людям, которые занимаются бутиковым бизнесом, да, хочу сказать спасибо за то, что вы развиваете не просто рынок, то, что вы на самом деле очень круто представляете Украину. Это да. И вот то, что в принципе украинские проекты появились в мире. И, по моему субъективному ощущению, украинский веб-продакшн сильнее многих европейских стран. Вот, абсолютно. Мы как-то заморачиваемся больше, наверное, в эту сторону. Так везде. Поговори с планетой кино, как они заморачиваются. Ни один кинотеатр в Европе. Никто, да. Ну, то есть оно сейчас, да, голодные времена. И при этом всем вот на этом нашем замороченном крутом рынке есть наш рынок, есть вы, и это очень круто. И спасибо за то, что вот Винтаж и Украина представлены в жюри международных, за то, что эти проекты добавляются и в Украине говорят. А теперь твои слова. Класс. Блин, я красный, наверное, весь. Что я могу сказать? Я могу сказать только то, что мы в Украине и правда все заморачиваемся. И это значит, что это наш особый скилл – уметь выкручиваться. Там коррупция, не коррупция, налоги, не налоги, все плохо, не все плохо, все равно как-то выживайте. Соответственно, если потом на это дать плодотворную почву, оно просто выстреливает. Потому, если вы сейчас стартаперы, и вам сейчас тяжело, то просто вы сейчас накапливаете профиты и скиллы. Как успеть выживать в таких условиях? Успевает самолет. Короче, если вы стартаперы, то как это накапливать? И просто поймите, что когда вы выйдете на уровень, когда уже есть деньги, есть ресурсы, есть клиенты, тут важно не лечь на диванчик и тереть животик, а важно оставить то зерно, когда вы выкручивались без ничего. И это вам даст трос по экспоненте. Вот так мы делали и всем советуем. Всем спасибо. Это был Profi & Smartphone. Будем заканчивать на крыше. Всем вдохновения, крутых проектов и спасибо, что досмотрели до конца. Пока. Класс. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok